Так, продолжаем нашу партию в четвертую циве за Викторию, за Англию. Пытаемся апостольский дворец. Посмотрим, посмотрим, будет ли реально давать производство это все дело. Так, конфуцианского миссионера, давайте. Блин, тут вон... Эфиоп уже какую-то армию собирает. Что, не нравится, что он перешел в христианство и, соответственно, может начать решить напасть на меня. Блин, он город тут поставил. Ну, теперь вот надо где-то здесь, получается, ставить тогда. Видите, Эфиоп за нас решил, где мы город поставим. Так, наверное, надо юнитов поднастроить, потому что новый город. Там ничего не защищено лучниками. Я буду честен перед моим господином и верен ему. Буду любить все, что любит он, и избегать всего, что он избегает. Что, моя игра на побережье советует? Ну, типа там крабы, ресурс. Ну, тут здесь какой-то грустный город. Честно говоря. Так, опять никто ничего торговать не хочет. По ресурсам тоже. Что у нас вообще по отношениям? Минус 3, видите, Савин. Ну, короче, надо начинать Эфиопа бояться, я думаю. Плюс надо сейчас денюжки... Ну, короче, надо лучников апнуть в длину на лучников, так что мы пока просто в минус науку. Наверное, надо гражданскую службу открывать. Гильдии тоже прикольно. Ветряки тоже прикольно. Блин, александрическая библиотека тоже прикольно. Блин, а, наверное, все-таки пока гражданскую службу. Продолжение следует... Переходить в крепостное право Передождаться открытия бюрократии еще Чтобы и то и то сразу принять Она же в гражданской службе, да? Блин, надо Еще лучника Где монумент? Блин О Просто стоял в укреплении Сто пятьсот ходов, да? Бывает такое в ЦИВе, бывает Так, сколько стоит апнуть лука? Семьдесят один Дорого будет, дорого Да, бюрократия в гражданской службе Ну, дождемся уже ее И тогда откроем Примем и бюрократию И крепостное право Уже этим ходом Хотят к Эфиопу присоединиться Нормально вообще? Сто процентов англичане Че за хрень? Блин, может мне надо было С бараками строить юниты А то я как-то вообще без прокачек Все построил Во всякий случай дорогу вот так проведу О, блин У него еще и Принято это Теократия Он как бы вообще Всеми силами намекает, что Планирует нападать Потому что теократия опыт юнитам дает Тут вообще, наверное, акведук Лучше сначала Ладно, давайте театр Да, начинаются проблемки всякие Спасибо большое Апаю В длиннолуков, чтобы Блин, тут бы еще стены, наверное, построить В этих городах Нам вот эти ваши ДНР не нужны Не, не, науку еще рано Мне надо всех лучников Апнуть в метколуч В длиннолучников Рано еще науку возвращать Тут сейчас на нас Планируется нападение Покажу со скольких мест Кстати, а там Это идет еще Война Ага У американцев с Чингисханом Война закончилась Отлично Не хотелось бы, чтобы Кто-то кого-то захватывал А, вот как раз этим ходом Они замирились, прикиньте Только я решил проверить Война Вообще, кстати, да, вот так нормально будет, если дорога пойдёт, потому что через медь ещё пройдёт. Так, 221. АПМ. 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 Что он тут собирает? Арбалетчики, секера. Но от этого отбиваемся. Это не страшно вообще. Это вообще не страшно. Ну, уже буддизма больше, чем конфуцианство. Ну, не знаю, у эфиопов, типа, не знаю, один город, что ли, в христианстве или два, и они сразу в него перешли. Не честненько. Ну, хотя тут и конфуцианства у них не особо много. Аб. Аб. Продолжение следует... Так, что-то и счастье, и... И вообще все тут закончилось. Но все равно еще длинна лука. Пока построю. Так, а вот здесь я бы стены строил. Да, с корпорацией. Все дополнения. Тут все полностью. И корпорации, и все, что... За пять золота хочешь, чтобы я ему конструирование дал. Нормально. Пять миллионов у нас живет. Ну, я думаю, апостольский дворец наш. Мне так кажется... Модернизация армии проходит. Я мог просто скопом выбирать на самом деле. Так, давайте этого сюда отправлю. Стены есть. Ну, теперь акведук. Видите, нехватка здоровья. Так, стены я уже в Гастингсе построил. Теперь мне надо стены, наверное, в Ковентри надо будет и в Нью-Касле. Я не думаю, что с монголом какие-то... Хотя, тут можно всего что угодно ожидать. Так, пока, наверное, верну науку. У нас как минимум на одного есть ап. Просто хочу в гражданскую службу быстрее выйти. Открытые границы для того, чтобы торговля шла. Есть апостольский дворец. Опять же, не написано, что дает производство. Блин, если он не даст производство... То есть, я считаю, такая трата ресурсов тупая. Дает. Ну, прикол, да? Вот меня спрашивают, почему я играю на английском языке. Ну, потому что в русском вот постоянно, во всех играх постоянно появляются вот такие проблемы. То есть, нигде не написано, что дает два производства на русском языке. Нигде. Строишь апостольский дворец, пожалуйста. Во. Все здания на нашей религии, видите? Плюс два молотка. Нормально вообще? О, монголы захватили сарматов. Блин, тут классное место, конечно. Пряностей дофига. Пряностей дофига. Пряностей дофига. Пряностей дофига. Прима. Конец. так вот тут стены пока набиваем поднимается потихоньку да кстати только тут у нас во первых шанс что инженер будет и здесь наверное инженера да о общем этот шпион сидит блин вы прикалываетесь дам тут долго тут 31 ход в лондоне 12 на пророка переключим так я становлюсь папой конфуцианским видимо да что я смог какие-то резолюции предлагать тоже да 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 и тут сфера уж вроде есть ферма нет орошения но ферма есть так тут много юнитов идет одного сюда отправим там вообще нету юнитов хотят отменить так хорошо а если лошадей хотят не ладно бюрократия разрастается чтобы удовлетворять нужды разрастающийся так но вот теперь переключаемся на крепостное право и на бюрократию тут организованную религию пока оставляем а а а а так а почему у нас так быстро открывается если у нас анархия сейчас не обновилась просто инфа так в гастингсе акведук готов пока непонятно ну я бы наверно да ситские храмы строим а тут стены готовы в ковентре так что у нас во вино и драгоценности с линкольном но мы правда нифига не надо блин мне нету смысла ему мрамор и благовония давать уметь с кем-то торгует получается да или или месть просто устарела и она никому нахрен не нужно походу просто не нужно никому ну ну тут нужно 8 золота в ход но правда не за ресурс роскоши а за свинью но все равно никто не хочет техи продавать блин все хуже и хуже отношения с и ну короче мы готовимся к войне с эфиопом готовимся к тому что он на нас нападать будет так а куда экспансию проводить может нам хватит городов вы считаете нам надо больше городов монгола в самарканде буддизм нет это ислам ислам кто-то тут из наших основал о эфиопы тоже индуизм основал вавилон а буддизм и иудаизм на том континенте я не могу жить без книг торговля картами этот не хочет карту продавать этот тоже измельчин и до 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 Ну, давайте, наверное О! Вот наш континент Так, смотрите, а фиолетовый это Вавилон, да? Подождите, то есть Вот эта столица Кахокия, столица, и он То есть вот это, подождите, как это? А, это сидящий бык Блин, я с монголом У них цвета, смотрите, одинаковые цвета Я думаю, странно Да, монгол потемнее коричневый Просто Блин, вообще просто одинаковые цвета Да, я думаю, блин, странно Столица монгола здесь, и он вот так вот расселился ко мне Не, нифига Вавилон здесь Тут у нас Америка Ну, хотя Америка неплохо выглядит тоже Расселилась О, давайте вот так по культуре Вот наш континент Ну, в общем-то Помните, стоит перенастроить шпионаж Наверное, надо на Эфиопа, реально Что ты нуждаешь? Блин, даже с Эквидуком не хватает. Так, висячки уже кто-то построил, да? Розалиндос, Франклин в Кахоте. Так, не все тут домики обрабатываются вот так. Только я хочу все-таки священнослужителя. Давайте 8 подок. Слушайте, я могу в принципе... А, голод будет. Пока так оставим. Так, тут все правильно обрабатывается. А что там? Думаете, надо монголы как-то внимательно следить за ним? Угу. Продолжение следует... Так, стены, казармы... Ну, суд тут в последнюю очередь будем строить, когда он реально понадобится. Ладно, давайте конфуцианство или... или да, сизм. Нам и то, и то надо разладывать конфуцианство. Заодно как... Скауты будем использовать. Так, придут тут построен. Так, значит, мы тут не растем. Тоже миссионера конфуцианского. Так, вот тут надо стены. Боюсь, что нападет на нас монгол. Но при этом и образование открываем. Торговать никто не хочет, да? Куча технологий. У них тоже есть технологии, но они почему-то не хотят торговать. Чингисхан объявляет вам войну. Вау. Так, кто тут идет? Шесть мечников. Четыре сикероносца. Три копейщика. Без... Без катапульт. Без... Без... Берем весь этот стэк. Сюда перебрасываем. Ну вот о чем мы говорили. Самые лучшие отношения с Чингисханом. И он такой, ну война. Нормально? Ну то есть, вот еще в четверке немножко неадекватная, конечно, дипломатия. Когда у тебя просто лучшие отношения, да? И этот комп, с которым у тебя лучшие отношения, объявляет тебе войну. Ну как это? Как это? Нет, ну эти стены я там где надо построил. Вот отсюда еще давайте перебросим. Ну тут двоих буквально. Что plan? Этих оставим. Плюс мне надо секероносцев, наверное, парочку просто атаковать юниты. Надо вот этот лес вырубить. Так, сидящий бык не хочет объявить войну? Не хочет. Вавилон? Не хочет. И Линкольн? Не хочет. Кстати, зато у нас есть... Наверное, нету смысла менять. Вот так есть смысл менять. Под шумок сарай забрать, да? Только кем вот вопрос. Так, нам надо в какие-то, наверное, все-таки военные техи выйти. Вот булавоносцы. Это секероносцы в булавоносцев апаются. А, так мы в них вышли. Подождите. Нам надо... Деньги. А, нет, ни хрена, он в них не апается. Странно. Разве... А, сложные механизмы еще требуются. Понял. Поехали. Так, сложные механизмы. Давайте еще думать, что у нас тут есть. Нам бы еще в рыцарей, да? Лошади, железо, все это у нас есть. Ну, просто сложные механизмы гильдии. О! Вот прям так и идем. Рыцарями мы точно тут сможем навести шороху. Так, ну и катапульты, кстати, можно построить чисто, чтобы этот стэк прореживать. Так, в гастингсе может... Я, правда, не знаю, как вот он может пробить меня. Тут плюс 60%. Вот у меня стоит этот лук, да? Бонус к укреплению 25%. Еще холм 25%. И защита города 25%, да? И 60% стены. То есть это 135% сверху. Сила лука 6. То есть он, считайте, стоит силой 15, что ли, да? И вот он приходит в максимальный уровень 6 у мечника. Ну, у мечников, правда, бонус к атаке города 10%. То есть будет определенный там тоже. Но все равно... Да, луки не прокаченные есть в этом минус. Я сейчас играю не вижу, как он может. Я просто думаю, мне в гастингсе катапульту строить. Катапульту. Или, или... А, у меня нету замка. У меня замок не открыт. Значит, катапульты просто. Я сейчас... Он сейчас придет, и я этот стэк буду катапультами... А что это такой голод? Не понял. А, несчастных до хрена стало. А, тут я юнит. Блин, вот это я... Да. Блин, это я немножко тупанул. Мне не надо было все юниты оттуда убирать. Из Йорка. Так, я в столице все клетки обработал. Да? Прекомендую. Кантер Берри... Все клетки обработал. Денежка будет. Нам сначала надо открыть. А потом уже денежку сделаем. У нас с деньгами нормально. Репортаж на должность. Что это за отступление сразу такое? Ладно. Вы видели? О, прекратить войну. Против лидера Алексеевичек. Просто чувак сюда пришел. Увидел мою армию. Такой... А, ладно. Покеда. Это прикол. Вы видите сразу, как... Сколько счастья вернулось. Просто хотя бы один юнит, чтобы держать в городе. Да, и все юниты не выводите никогда. Это я тупанул. Так, свинину надо обработать. Ну, я бы попробовал, собственно, старый сарай тогда захватить. У него там стены. Ну, то есть я катапульты вон делаю, да? Будем стены катапультами снимать. Секироносец и два лучника. Должен захватываться. Нотингем интересует. Ну, ему тогда к нотингам долгое будет сейчас идти. Так, давайте вносим демистены. Так, и катапульты, значит, потихоньку... К... Так, колесница... Еще катапульты... И еще катапульты. Так, сюда я чисто лучников введу. Тогда вот этих секироносцев... Пока, наверное, в Нотингем поведем секироносцев. Четыре голоса не хватило. Эфиоп, тварь, против проголосовал. Творына, да? Ну, все, в данный момент Гастингс не берется. КОНЕЦ ну давайте еще катапульту у нас пока есть что кроме миссионеров строить мне кажется вот апаем в булавоносцы ну да Спасибо. Так, сколько у нас 5 секироносцев? Ап 1 стоит 89, то есть нам нужно 445 монет. Триггер на бумагу. Я вот не знаю, в тундре лес вырубать или лучше на лесопилке оставить. Так, если я сюда встану, меня миссионера не убьют. Странно. Я все-таки считаю, что монгол как-то странно мне войну объявил. Бессмысленно немножко для него. Так, наверное, следующим ходом будем уже выдвигать. Или, блин, мало было вонус? Ну, тут тоже у него 3 юнита всего. Я вот сюда в лес встану всеми юнитами, он мне хрен что сделает. Присо. Так, еще три, да? Два, то есть 180 монет нам надо, вот так, идут все-таки на, ну, ну не знаю, тут вообще такой голый Вася, им тут даже защититься негде. Ладно, значит, сначала надо этот стэк убить, а не выходить нам. Стены я успел построить. Да, лес дает здоровье, так и есть. Но все равно его лучше вырубать в итоге. Просто я думаю, на тундре нету смысла вырубать, но я пока, у меня нету лесопилок. Ну, что? Так. Видите, мне города все не нравятся, конечно. По качеству я имею в виду. А в тундре вообще ферма ставится? Какой самый слабый лидер в четвертой циве? Мне кажется, нету слабых лидеров в четвертой циве. Так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... вот этот в науку в рыцарей вы вообще ничего не ставится ну куда ты сейчас пойдешь неужели и жирик на тенге ух ты ну давайте глянем 28 процентов ну то есть надо катапультами немножко побить она сохранимся как сохранение быстро alt в 5 нет control f5 ну тут пару катапульт потеряем зато мы пробьем вот даже одна отступила так а теперь 95 процентов кончена игра просто блин 95 и 7 ну это охренеть август лео спасибо немножко подсластил пилюлю 95 и 7 десятых процента что я убью и убился у меня юнит как можно было так игр делать вообще не всеми как но всеми в данном случае не важно но там могли быть у юнитов прокачки игра автоматически выбирает лучшего юнита для атаки поэтому лучше стеком вот так атаковать сразу выбрать блин я не знаю мне хочется загрузить сейф не знаю в третью циву меня подгорает еще сильнее потому что здесь ты сразу получаешь результат да у тебя хопа сдох 95 и 7 десятых процента у тебя юнит сдох а в третьей циве там хелс бары такие типа ну начальный юнит у него 3 кубика здоровья ветеран 4 кубика и там элита 5 кубиков и там битва короче происходит вот прикиньте ты нападаешь например мечником я не помню там не помню конкретно цифры но там предположим у него 5 нападения 2 защиты да ты нападаешь на лучника у которого там предположим 2 нападения 2 защиту есть опять нападение против двух защиты и смотришь как он как у тебя элита мечник такой хоп первый кубик здоровья у мечника убрался второй кубик мечника убрался 3 убрался потом потом он до единицы убирают у лучника и потом твой мечник умирает еще 3 кубика блин да у меня стримы есть по всем цивом с первой по шестую ребята я во все цивы играл ну третье это просто это вот третья цива в плане боевки просто самое подгорание лично у меня просто даже в первой например знаете что было по моему во второй тоже у тебя стэк юнитов так если тебе убивают первый юнит то у тебя весь стэк умирает просто в этом коте что то есть в этом что то есть но тоже знаете ли что то есть что то есть Продолжение следует... Ну давайте посмотрим, как он сейчас... Нас атаковать будет Так, булавоносец Катапульт побольше еще Ну я не знаю, мне кажется Вполне понятная Четвертая цена Ну вот вы смотрите стрим Что, что-то непонятно разве? Наблюдаем Ах ты тварь Смотрите, к Йорку пошел Не, ну тут надо... Тут надо этот стэк валить Даже так 72% Ладно, давайте По одной катапульте будем Она... Вы просто не понимаете Зачем я такую катапульту У нее есть пробивающий урон Вот смотрите Если вы сейчас увидите То раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь Семь юнитов Сейчас ранеными стали То есть катапульта дала По семи юнитам сейчас Видите, там пять... Они полностью были здоровые Сейчас я еще Ударю И вот теперь можно их Бить Ну вот 77% Это еще Вменяемо Имху А что, тут дороги нету Что ли у меня? Бля, а как вот Во все... Вокруг города сделал дорогу Кроме одной клетки Где она нужна именно? Ладно, я сейчас Наверное, сейчас успею О 95,7 сейчас было 95,7 Ну тут хотя бы 95,7 проходит 56 А, это лучник Это в город надо Ну вон еще один стэк прется Ну они, походу, к Йорку решили идти Сейчас мне надо хотя бы один стэк завалить Потом пере... Ну вот тоже Ну вот обретите, какое читерство То есть Комп откуда-то знает Где у меня нету юнитов И просто прямой наводкой идет туда Честно? Нет О, генерал появился По-моему, наша способность У нас плюс 100% Генерации генералов, да? Блин, а как он тут работает? Я... То есть его можно в академию посадить И можно на стэк юнитов Использовать, чтобы Опыт получить А вот что из этого выгоднее Я хрен знает, честно говоря Так, всеми булавоносцами Мы вроде походили Но имею ввиду вот этим проатаковать Тут у нас идет два стэка туда Этот мечник Ничего моему городу не сделает Тем более у меня тут Три лучника Значит мы вот эти катапульты Тоже ведем На помощь Йорку Я думаю Так он не нападает на город Ты видишь, что я в город ввожу юниты Он не нападает на город Идет дальше К другому городу Где у меня нету юнита Я сейчас буду туда юниты перебрасывать Но Не этот Не А вот еще, смотрите Вот Эфиоп походу сейчас на меня Готовится на Ньюкасл нападать Ох А что, я тут стены построил, что ли? А, я построил тут стены Так, хорошо То, что я стены построил Это хорошо Ну смотрите, вон можно и Коттедж построить И водяную мельницу можно построить И мастерскую можно построить И ферму можно в тундре построить Так, кто-то меня обманул походу Что в тундре ничего нельзя построить Это тундра же? Тундра Так, так что нам с генералом делать Поселить в городе Или Я бы, наверное, на юнитов Использовал Потому что у меня они все без прокачки Мне кажется, будет Как раз в тему Ну не сейчас Надо только Вот этих еще подвести Так, один ход до гильдии Я думаю, имеет смысл Так, а что у нас будет апаться А что апается в рыцарей? Колесницы апаются в рыцарей? Апаются Значит, колесницу И вот здесь еще надо Парочку Лучников Отходит А нет Но он и не к городу подошел Странно Ни хрена колесница не апается Че за подстава? Построил колесницу Они не апгрейдятся Зоны контроля нету, да? Но нам надо объединить Эти юниты Открытый сервис Пехотные Открытый сервис 99,5 99,9 99,9 Так, а вот последнего Лучше не убивать Потому что тогда мы на его место встанем А у нас тут, видите, стеки еще идут на нас Я не понял, почему мы построили колесницы, которые не апаются никуда Может у нас резов, типа нету? Так рыцари строятся? А, у нас и так рыцари не строятся Так, подожди, а что? А почему? 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 Почему у меня лошади и железо красным? Если у меня железо вот Обработано Лошади вот обработаны Они даже тут есть А, верховая езда открыта? А, понятно Ясно Я рыцари открыл, но как на них Но как ездить на лошадях не очень Не очень в курсе Ну, кстати, слава богу, не грабит ничего пока Ну, какой-нибудь сюда перебросим Кроме недалеко было потом Блин, ну не хочу я колесницы потом и хапать Давайте казармы как раз Уже для юнитов Ну вот в лесу его атаковать мне неприятно, прямо скажем Не из стремени Опять не прошло Уже, кстати, и сидящий бык против того, чтобы мы мирились О, теперь апается 140 Окей Так Дальше, наверное, пойдем Ну, образование надо Я ее открывал Или банковское дело, говорю Вообще, наверное, банковское дело Потому что у нас Деньги как раз Куча денег Так раненые лечатся, когда стоят на месте Просто непонятно, куда он пойдет В Йорк или к Нотингему Поэтому я не могу куда-то юнитами двинуться Отсюда Ну, я думаю, что, кстати, на этом и закончу стрим И четвертую серию Там зависит от того, где вы смотрите Не знаю, когда продолжение будет Пока сложно сказать Но загляните на огонек И подпишитесь, если вы еще нет Сколько у нас, кстати, людей смотрело Ну, под 200 было Под 200 было Напоминаю еще раз, что запись стрима только для спонсоров Будет видна А так запись выложу по сериям Если допройду Если допройду Все, спасибо, что смотрели На этом все Играйте в умные игры Слава Украине, живи Беларусь Всем пока Слава Украине, живи Беларусь